Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, мы работаем в прямом эфире. Телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты нашего района Елена Викторовна Грибкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Викторовна председатель комиссии нашей палаты общественной, которая занимается культурой, спортом и туризмом. Кроме того, у нас сегодня Галина Борисовна Степанькова. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Борисовна консультант, эксперт общественной палаты. Тоже человек, который довольно многие, я так понимаю, ваши акции поддерживает своим опытом, активностью и так далее. Ну что же, ваша комиссия, в общем-то, никогда не сидит без дела. Это уж точно. Культура, спорт, туризм – это то, чем вообще известен Одинцовский район и за пределами даже Подмосковья, ну и, конечно, в московском регионе. Поэтому, конечно же, интересно, что у нас происходило за последнее время в плане обращений граждан, по поводу чего к вам обращаются, какие у них вопросы, предложения, что вообще людей по поводу культуры, спорта и туризма интересует. Да, Святослав, наша комиссия очень активна, и, конечно, мы общественники всегда на боевом посту, можно сказать, каждый день. К нам в комиссию приходят обращения граждан по разной тематике, но больше всего по спортивной. Наша комиссия работает очень ответственно с обращениями граждан, как проходит эта работа. Мы обязательно на заседании комиссии зачитываем, обсуждаем все обращения. Более 90% обращений граждан мы делаем выездные, то есть мы встречаемся с гражданами на месте, лично осматриваем проблему и потом принимаем уже решение, как помочь жителям. То есть, Елена Викторовна, насколько я понимаю, далеко не все вопросы носят такой консультационный характер. Далеко не всегда это, извините, а вот подскажите, что да как. Иногда приходится ехать и разбираться на месте. Бывает, что мы даем какие-то ответы по телефону, консультации, но это редкий случай. В основном, конечно, наша комиссия выезжает на место, общается лично с гражданами, смотрит проблему, и потом принимаем решение, куда отправить письма, кому прийти на прием, чтобы попросить помощи для наших жителей. Ну, смотрите, я, допустим, могу понять, когда комиссия по, ну, скажем, жилищно-коммунальному хозяйству действительно выезжает, у них там звонок, значит, аларм нас затопило, все ужасно. Понятно, выезжают, смотрят, фиксируют и, ну, пробуют разобраться. А вот у вашей комиссии какие действительно проблемы случаются, где приходится вот с моими глазами смотреть? Да, вот смотрите, например, если из последних проблем обратились жительницы города Одинцова, чтобы мы разобрались с ситуацией по поводу неудовлетворительного состояния детской площадки. Большой детской площадки, которая находится между волейбольным центром и городским стадионом. А в городе Одинцово? В городе Одинцово, прямо в центре нашего города. И далее мы прошли немножко вверх к Ледовому дворцу, там тоже вот за администрацией, за прудом тоже детская площадка. Мамочки, конечно, писали очень большое письмо. Во-первых, игровые элементы на этой площадке, она очень большая, эта площадка, игровые элементы на этой площадке очень старые. Покрытие совершенно неровные, местами засыпанные песком. И когда ветер, то вот этот песок летит в глаза деткам. То есть это мы выезжали, могли все это как бы наблюдать. Очень опасные там горки тоже старые. Они очень с таким крутым склоном и очень опасным съездом. И когда ребеночек съезжает, он прямо попадает в такую яму. И мамочки еще жалуются, когда дождик, там, конечно, очень все сырое, похоже на болото. Проблема, конечно, в этой площадке. Получается природный амортизатор. Я бываю, человек так скатывается в яму, а когда там идут дожди, так еще и покупаться, получается, у него удается. Мы прошли все эти площадки, встретились с мамами. Но они, конечно, каждый день они приходят на эту площадку, гуляют с детками. Вот они обратились. Мы были на приеме у заместителя руководителя администрации Виталия Викторовича. Тоже обсуждали разные вопросы и обсуждали тоже вопрос вот по этой детской площадке. Да, он сказал, это проблема, но вот эта вот площадка, которая находится за прудом возле едового дворца, там она будет реконструироваться, даже будет какой-то, я так поняла, небольшой детский парк. Позвольте уточнить вообще, в чем причина того, что в столице района и вообще есть такие детские площадки. Вот то, что вы сейчас рассказываете, знаете, сразу всплывают в памяти военные городки, которые еще не переданы на бюджет муниципалитетов, знаете, в которых в последний раз ремонт был еще до нашего даже с вами рождения. А вот в Одинцово-то как так получилось, что такая детская площадка в центре фактически города находится? Ну, она большая, так как у нас кризис в стране, но мы надеемся, что она будет запланирована и будет изменена, потому что она находится, конечно, в таком живописном месте, вот, по крайней мере, наши чиновники обещают. Вот, поэтому мы написали соответствующие письма от общественной палаты, и когда придут ответы, мы нашим жителям все пришлем. Я правильно понимаю, что вы, когда выезжаете на подобные объекты, вы проводите фото, может быть, даже видеофиксацию? То есть просто на слово, конечно, тут никто не общается. Нет, ни в коем случае. Мы делаем фото, мы пишем статьи на сайт общественной палаты, это можно все прочитать, как нашим местным жителям, посмотреть все наглядно. То есть работа проводится вот в таком русле у нас. И еще обращались жители, еще можно один момент, да, Святослав, обсудить? Ну, конечно, мы для того собрались, Елена Викторовна, узнать, чем занимаетесь. Возле гимназии номер 13 сломанный игровой элемент есть, качели. Мы тоже выезжали на место, тоже смотрели, и жалуются родители, мамы, что детки падают там вот с этого игрового, как бы с этих качель, которые отломаны, то есть там стоит как бы просто вот как профиль, да. Вот. И очень большая просьба, ну, городским властям, конечно, чтобы убрали вот этот вот игровой элемент сломанный, потому что детки там действительно, как вот говорят, родители травмируются, то есть залезают, падают, получаются ушибы. Получается, знаете, заманиловка небольшая для детей, потому что они видят игровой элемент. Ну, конечно, хочется залезть, да. Ну, да, сломан, но действительно, ну, кто из нас там до определенного возраста вообще верил в то, что можно упасть, повредиться? Конечно, поэтому вот этот игровой элемент тоже хочется. Я вас понял. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, как у вас вот последний месяц прошел? Сентябрь, ну, август, понятно, летняя пора вообще особая, но вот сейчас началась уже осенняя пора сентябрь, вот октябрь сейчас идет. Что по обращениям, что людей больше всего интересует? Так, ну, по обращениям я уже сказала, а вообще сентябрь и октябрь, вся осень у нас очень богато благотворительными мероприятиями для нашей комиссии, потому что мы знаем, что 1 октября день пожилого человека, мы праздновали праздник, вот, поэтому все, что было запланировано нашей комиссией, и были проведены очень интересные благотворительные мероприятия, которых мы хотели бы вот сегодня в передаче немножечко рассказать. У нас были выездные концерты в Дом-интернат для пожилых людей-инвалидов, это в Ромашково, а также у нас был проведен очень интересный праздник для пожилых людей, мы так и нестандартно подошли к этому празднику, у нас ежегодно проходят концерты с чаепитиями, да, для пожилых людей мы поздравляем, уделяем внимание, развлекаем, а в этот раз мы решили провести спортивный такой праздник на открытом воздухе, вот об этих мероприятиях мы очень хотели бы рассказать. Давайте, сейчас расскажите. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84, в прямом эфире работаем, ждем ваших звонков и говорим сегодня о спорте, культуре и туризме. В общем-то, прекрасно знаю, что в нашем районе полно людей, которые совершенно не безразличны к этим направлениям деятельности, своих сограждан, своих, в общем-то, соседей, детей и так далее. Так что звоните, наверняка есть какие-то предложения, идеи, что можно улучшить, создать, сделать лучше. Так что давайте вместе попробуем во всем разобраться. Телефон 508-86-84. Ну что же, давайте прям вот начнем с самого такого крупного, пожалуй, у меня это тоже, так сказать, засыпилось за ухо, потому что мои коллеги из информационной службы новостей освещали, насколько я знаю, этот момент. Это ваше мероприятие в доме интерната, в интернате в Ромашково. Да, мы выезжали. Это как раз ведь ваша акция, ничего не перепутала я, правильно? Наша акция. Ну расскажите. Мы вообще ежегодно выезжаем в дом интерната Ромашково. Вот очень большую работу проводит Галина Борисовна со своим коллективом. Вот она немножечко может рассказать. Давайте, Галина Борисовна, а то вы у нас сидите так скромненько, а мы все ждем, что вы наконец-то нам расскажете. Я тебе расскажу, что я, кроме того, являюсь еще руководителем клуба «Ветеран» Одинцовского комплекса Центра социально обслуживания населения. Вот веду клубную работу. Руковожу ансамблем «Бабочки-бабеночки», ансамбль русской народной песни. И вот совместно мы с общественной палатой решили выехать, доставить радость людям, которые, конечно, немножко обделены такими жизненными неудачами, условиями. Концерт литературный, музыкальный был. Мы подготовили много песен, интересных для них. И также пели совместно песни с нашими уважаемыми людьми пожилого возраста. Подарили частицу тепла своего. Настроение. Настроение поднялось. Единственное, немножечко, конечно, люди там некоторые плакали, потому что, я так думаю, что и затронулась вся эта вот такая вот обстановка. Послушайте, но я, может быть, ошибаюсь, конечно, но это же прекрасно. В человеке просыпаются настоящие эмоции. Если это действительно, допустим, какая-то ностальгия, если это что-то трогательное, если эта эмоция чистая, то, может быть, там и есть слезы. Но человек все равно, в конечном счете, получает позитивные впечатления. Все равно мы были счастливы. Они нас долго не отпускали. У нас минут, 40 минут мы там пели, на самом деле. Вот, было очень все замечательно. Читали стихи. Дуэт у нас был Дикан Михаил Евгеньевич и Пятин Тамара Михайловна. Исполнил замечательную песню «Старый клён» под бурные аплодисменты. Две подружки-веселушки спели тоже прекрасную песню о своей молодости. Мы пели, конечно, песни, которые они не знают, но в конце все-таки исполнили песни, которые люди помнят. Это с советских времен. «А годы летят», знаете, такой песни. «Подмосковные вечера». Вот и многое другое. Вот подобные мероприятия, когда вы понимаете, что вы поедете все-таки к определенной группе граждан, что это не что-то публичное, общественное, скажем, на площади центральной. Вы готовитесь как-то эмоционально, конкретно, что у вас будет очень особая аудитория с особыми потребностями? Да, готовимся. Мы с ними встречаемся, вот я уже, может быть, повторяюсь, 11 лет подряд. И вот работаю 11 лет в своей защите. И мы 11 лет ежегодно, традиционно выезжаем и ставим такие концерты. И всегда они проходят на высоком профессиональном уровне, на самом деле. Я не хвалюсь, а так оно и есть. Люди подходят очень к этому с душой. Хочется, чтобы люди радовались, забывали печаль. Есть какая-то конкретная причина, почему это именно дом в Ромашково? Или вы работаете с самыми разными объектами? Мы работаем с самыми разными объектами, но в Ромашково мы всегда стремимся, потому что там, я вам уже говорила, что люди все-таки немножко как-то судьбой обижены, так считают. Я же не зря сказала про слезы двух мужчин. Даже мне лично было трудно петь. Я даже с нас, когда увидела, что мужчина так отворачивается, я смотрю, у меня просто ручьем текли слезы. Понимаете, это, наверное, что-то значит. Да, конечно, эти люди находятся в таком замкнутом пространстве. Мы считаем, что они все-таки обделены вниманием, поэтому вот такие благотворительные акции, это только на пользу, чтобы пообщаться с ними, чтобы поднять им настроение, чтобы... Это замечательно. Хочу еще добавить, что у нас однажды, лет, наверное, пять назад, когда Морецкий, значит, Олег Константинович работал, мы экскурсию провели, посмотреть, как же живут вот именно пенсионеры, ветераны. Вот знаете, условия у них, конечно, замечательные. Очень хорошо у них там, и кормят хорошо, и чистота идеальная. То есть люди все-таки вот в этом плане не обижены. Что-то в семьях происходит, вот в чем дело. Ну, смотрите, вы сказали, что уже 11 лет с ними работаете, а общественная палата наша, конечно, вот этого второго созыва гораздо моложе. А в чем непосредственно роль была общественников, наших активистов районных в этом году? Ну, я, например, очень благодарна, значит, Елене Викторовне, потому что вот как только я стала в общественной палате работать, да, у нас как бы прибавилась и работа, я человек творческий, конечно, и стихи пишу, и песни, и все такое. Мы стали более активны. Более чаще выезжать, да? Да, чаще выезжать и доставлять радость людям. Я считаю, что вот именно моя позиция и нашего коллектива – только радовать людей. Общественная палата нам в этом помогает. То есть, если конкретно, то есть, что именно организовывали вместе? У нас было… Ну, по этому мероприятию, да? Да, по этому мероприятию. И по этому мероприятию у нас были еще мероприятия в библиотеках, литературные, творческие вечера, которые Галина Борисовна тоже с коллективом активно принимают участие. Вот к слову о библиотеках. В последнее время очень много и активно при этом обсуждают тему библиотек, в каком форме они вообще должны существовать. Потому что сейчас многие уже не только люди там молодые какие-то, это уже и многие зрелые люди, в том числе, умеют прекрасно пользоваться интернетом. Покупают книги, приобретают где-то через интернет, покупают книги в крупнейших абсолютно торговых точках, тот же Библиоглобус, условно говоря, в федеральных каких-то объектах торговых. Ну вот мало, мало людей реально приходит в библиотеку там, предположим, учиться. Да, много еще информации можно реально где-то приобрести. Поэтому сейчас обсуждают, что такое вообще сегодняшняя библиотека, должна ли она быть чем-то вроде литературного кружка, возможно, такого литературного кафе, да, предположим. Или ее стоит действительно развивать по старому направлению. Вот ваша позиция по этому вопросу, как людей, которые организуют именно в библиотеках какие-то подобные вечера. Наша позиция вообще основывается от позиции наших жителей района, от их просьб. Вот как показала наша практика, да, нашей комиссии, что, например, в Новодаре на библиотеку люди там собираются единственное место, где они могут встретиться коллективом, даже просто попить чай, пообщаться. Вот, и, конечно, они отстаивают, отстояли, можно сказать, свою библиотеку именно в том формате старом, в котором она была. То есть никакие литературные конфе, никакие интернеты людей не устраивают. И там проводятся очень интересные встречи с интересными людьми. Проводятся литературные какие-то мероприятия. Люди действительно туда стремятся, и дети. Вот, поэтому я считаю, библиотеки наши надо сохранять. Нельзя так вот переводить в кафе какие-то. Я считаю, библиотеки должны быть. И у нас проводятся мероприятия именно по библиотекам нашего района. Да, Галина Борисовна? Конечно, я могу добавить. Можно добавить? Конечно, прошу. Потому что я хочу сказать о второй библиотеке, значит, которая вокзальная 13, знаете, да. И о нашей первой библиотеке. Да, там тоже много. Вы знаете, замечательные праздники проходят. Всегда полны залы. И очень интересно все. Люди там работают от души. Вот недавно была встреча Микайла Твердива. Мы все там пели, танцевали. То есть, это организация. Нужны такие праздники. Может, это не кафе называется, а встречи вот такие вот с пожилыми людьми. У нас в основном все-таки приходят пожилые люди. Полные залы собирают. А потом... Ну, как когда-то говорили в нашей стране, литературные клубы. Да, вот так. Потом, почему там у нас до сих пор компьютерные курсы, с удовольствием. Я работаю в клубе ветеранов, у меня 210 человек. И, вы знаете, по-моему, уже в сеть перевладеют компьютером. Английский, немецкий язык изучают. Мы благодарим нашу администрацию Ленцовскую, что они так позаботились о ветеранах. О пожилых людях. О пожилых людях. Ну, Кулюш, мы вообще заговорили о пожилых людях. Не могу не отметить довольно крупное мероприятие, которое вы недавно проводили под названием «Нам года не беда» и «Душа молода». Прекрасное название. Насколько оно действительно отражает суть происходящего? Насколько знаю, это было мероприятие весьма-весьма непростое. Это было радостное мероприятие. Не просто собрались пожилые люди, поговорили, разошлись, что и попили. Там был и спорт, и музыка, и песни, танцы. А если можно чуть подробнее для наших зрителей, что это мероприятие в себя включало? Да, мы такой нестандартный подход к мероприятию применили. Это была вообще идея Захара Юрьевича. Он так загорелся. Ну, а мы придумали, да, Галин Борисовна, нашей комиссии. Вот, что это будет большой спортивный праздник с концертной программой, но также с чаепитием только на открытом воздухе. Несколько команд же у нас было. Да, мы приглашали, конечно, все ветеранские организации. Принимало участие более 200 человек. То есть мы даже сами не ожидали, что столько будет народу, много, но мы очень рады, что так все замечательно прошло. И дети войны участвовали, офицеры России, союз инвалидов чернобыльцев, клуб ветеран. Вот, было несколько команд. Вы знаете, Святослав, они настолько так подготовились, люди нашего почтенного возраста, то есть с речевками, то есть они настроены были действительно на спортивные мероприятия, хотя это была такая праздничная программа, и многие спортивные мероприятия, даже конкурсы были такие шуточные. Вспомнилась, пожалуй, закалка еще советских времен, общественные, когда собирались, народно там готовились и так далее. И даже, знаете, не помешала плохая погода, потому что ждали долго бабьего лета, но не наступило, и все-таки решили мы проводить. Тем, кому было прохладно, у нас были самовары, русские самовары с вкусным чаем. Мы пригласили очень интересного молодого человека, коллекционера. Он живет в нашем Одинцовском районе, Ян Дробышев, и вот он принес большие самовары, заварил вкусный чай. Наши пожилые люди могли попить этот чай, поесть вкусные конфеты с пирожками, а также прошли и вот спортивные мероприятия, которые мы с ним запланировали. А вот интересно, Галина Борисовна, вот вы и другие эксперты-консультанты принимали участие? Конечно. Ансамбль наш пел, выступали, танцевали, детей сколько было. Очень много коллективов приняли участие, и спортивных, и творческих, то есть мы сами были поражены, никто не отказался. Во-первых, весь праздник, на протяжении всего праздника играл наш знаменитый Одинцовский оркестр «Подмосковные вечера» под руководством Шамиля Насырова. Наша консультант-эксперт Катя Нефедова, вы прекрасно знаете, тоже прекрасно пела на этом празднике. Галина Борисовна с своим коллективом чистушки зажигала. Но я хочу сказать о спортивных мероприятиях, в которых пожилые люди активно принимали участие. Играли в шашки и шахматы, было русское рукоборье, и поднимали гирю. Вот, даже да. Мы приглашали наших уважаемых спортивных тренеров. Я даже боюсь спросить, а какой был возраст у победителя в спортивном многоборье? 92 года был у нас с Николаевой. Значит, мне еще есть кого-то стремиться. Да, у нас были женщины от 55 лет вообще приглашены, а мужчины от 60 и там до 100 и больше. Поэтому было очень много участников именно пожилого возраста. И вы знаете, такие энергичные и бодрые, что даже молодежь удивлялась. Что какие они молодцы. Всех зажгли. Меня сейчас не нужно убеждать, я, честно, удивлен ее очень даже. Но я удивлен очень по-хорошему. Знаете, я думаю, сложно найти сейчас действительно какого-то молодого человека в нашей стране, который будет, напомню, серьезно считать, что у нас там старики не способны на что-то. Но одно дело, знаете, все-таки понимать, другое дело реально услышать, увидеть, как это все происходит. Нет, очень хорошо прошел этот праздник. Вы знаете, было много победителей. Мы вручили грамоты более 20 человек, наградили победителей, вручали сладкие призы, книги. Каждой общественной организацией мы подарили дыни и арбузы, чтобы они полакомились. Очень долго, кстати, не расходились пожилые люди, пели песни в Доме офицеров. Да, Галина Борисовна? Вы знаете, Елена Викторовна, у нас, да, действительно, наша съемочная группа тоже работала на этом мероприятии. Конкретно моя коллега Мария Подъепольская освещала события. Я предлагаю сейчас данный материал посмотреть и вам, и нашим телезрителям. Активист из поселка Жаворонки Ян Дробышев растапливает тульский самовар. Это один из экспонатов его домашней коллекции. 30-литровый красавец сегодня пыхтит, как паровоз, зазывая гостей праздника на чаепите. Этот самовар где-то 1921 года. Он был в плохом состоянии, но он отреставрирован. Я ему вернул вторую жизнь. И вот сейчас мы его видим в таком хорошем виде. Спортивный фестиваль ко дню пожилого человека – инициатива общественной палаты. Идейный вдохновитель – председатель Захар Иванов. Нам года не беда и душа молода. С таким утверждением согласны все участники соревнований, вышедшие 25 сентября на старт. Я бы назвал этот праздник «День опытного человека», потому что именно у вас содержится весь опыт и вся память Одинцовского района. Я хочу вам пожелать здоровья в первую очередь. И сегодня нормально так, знаете, отжечь. Со смехом, с юмором. Есть у нас горячий чай, пирожки. Походите, угощайтесь. В преддверии Международного дня пожилого человека гостей праздника поздравляют танцевальные коллективы, спортсмены, певцы и поэты. Член Союза писателей России Владимир Маренников-Яшин поэтично заявляет «Одинцова, мы любим тебя!» Зрители срываются на овации. В спортивной части праздника все внимание приковано к командам-участникам. Это дети войны, офицеры России и ветераны Чернобыля. Из соревновательных дисциплин – шахматы, шашки, айсшток, поднятие гири и армрестлинг. У нас и заслуженные судьи, и приглашены Одинцовского нашего района. То есть и сами пожилые люди, они захотели принять участие в организации этого праздника. Мы с удовольствием откликнулись, но это он проходит. Задорные и оптимистичные, инициативные и целеустремленные Одинцовские пенсионеры не привыкли сидеть на месте. Они поют, занимаются спортом, участвуют в самодеятельности и общественной жизни района. Современные пожилые люди, ну как, они не хотят дома сидеть. Мы хотим где-то быть в курсе событий и участвовать. Поем, танцуем, играем, гуляем. То есть мы все в активной жизни. Современные люди, пожилые, вы знаете, что очень хороший и справедливый народ. Они деятельные, готовые участвовать во всех повседневных жизнях Одинцовского района. На сцене ансамбль «Бабочки-бабёночки», а на финишной прямой участники турнира по айсштоку. В спортивном фестивале нет победителей и проигравших. Это добрая встреча друзей. Некогда скучать, говорят наши бабушки и дедушки. Попробуй, догони. Здоровья, радости, чтобы было все хорошо. Ну что же, вот такое хорошее, действительно заводное, светлое мероприятие прошло недавно в Одинцово. Тем временем в нашей студии новый гость. Михаил Евгеньевич Дикань, член также общественной палаты, известный в районе человек. Михаил Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Я так понимаю, вы тоже принимали участие в организации и этого мероприятия, и многих других. Ну расскажите, в рамках общественной палаты чем занимаетесь? Ну, правильный вопрос. Я являюсь членом... Кстати, недавно Михаил Евгеньевич стал членом... Ну, это мы уже установили. Расскажите, чем вы именно занимаетесь? Ну, занимаюсь еще огромной большой работой. Я член правления Дети войны. Нет, это я понимаю. Я имею в виду в рамках общественной палаты. В рамках общественной палаты в основном занимаюсь культурой. Так сложилось, что, ну, где-то, если правильнее сказать, занимаемся, сделаем или концерты, организовывают у нас Елена Викторовна концерты. Мы их делаем и по школам, и по пожилым людям, и именно своими силами. Мы как-то чувствуем, где это надо, чувствуем, где это надо, свое участие, и мы его принимаем. Сами делаем вот так концерт, чтобы для людей было не то, что вот мы так делаем его, не так, как вот сказали, а будет тот, тот приедет, это нет. Мы от людей идем. Вот что бы они хотели послушать, что хотели бы, чтобы мы спели, чтобы мы рассказали им. То есть, как бы по заявкам. У нас комиссия сильная вообще, вот я могу сказать. Мы концерт способны почти любого уровня дать. Но я так понимаю, что вы не только, Михаил Евгеньевич, в районе работаете, у вас также были несколько выездов даже в другие города, страны. Расскажите поподробнее. Вот, спасибо, это очень интересные выезды, их можно назвать так. Это было летом текущего года, так, в июле и в августе. Это самые горячие времена, так. Поездки были, ну, если сказать, первое, самое тяжелое, самое сложное было. Куда? Это Смоленск. Так. Потому что Смоленск – это ворота России. Туда, через Смоленск шли на нас и поляки, и французы, и немцы, если так, ну, кратко это сказать. И этот город выбрали дети войны. Это те, у которых детство опаленное. Наши, я имею в виду, так. Детство опаленное войной – это многострадальное поколение. Мы решили, вот, общественная палата, поскольку мы, у нас получилось, что у нас не Феодова есть, вот, Дикань, Степанькова. Да, мы все, ну, творческие люди еще. Это мы способны сделать. И мы решили в дороге сделать концерт. Что для этого сделать? Дорога, чтобы вы прицелили в ту и другую сторону, это свыше 700 километров. Чтобы люди не спали, не дремали, чтобы они как-то чувствовали живую энергетику. То есть наша задача была обеспечение, так сказать, культуры. Поднятие настроение. В общем, мы давали людям спать 700 километров. Не так. Я вас понял. Немножко так. Шучу. Михаил Евгеньевич, а непосредственно на месте? Что видели, что посещали? Хороший вопрос. На месте мы попали в Смоленский, это наша цель была, Смоленский Кремль. Самое было интересное, что мы взяли с собой еще Зубцова, который знает наизусть Василия Теркина. Памятник Василию Теркину. И он рассказывает, это Твардовский написал, это тоже из Смоленска сам Александр Трифонович так. И когда это было так под небольшим моросящим дождем, это было вообще нечто. Вот представьте, памятник Василию Теркину так рассказывается. Это вот что-то живое. Вы знаете, дождь идет, не чувствуешь его. Более того, там же похоронен Егоров. Это вместе с Кантарией они водрузили Знамя Победы. Видите, здесь историко-патриотическое даже направление идет. Не только культурное, да, Михаил Генчик? Да, это естественно, потому что здесь, посмотрите, и литература получается, и история, и патриотизм. Здесь все переплеталось как бы в одну сторону. Но самое здесь, конечно, главное было, ведь дорога большая. Нас эту поездку полностью поддержал, организовал и направил Андрей Робертович Иванов и его команда. Потому что здесь вот именно детям войны, в первую очередь, это были участники, которым за 80 лет, и они приняли, люди приходили и чувствовали, вот мы места там посетили, которые именно сегодня еще дышат или пахнет войною. Как-то вот оно у нас нету, чтобы затихло, пусть оно даже ржавое иногда, но оно все равно видно, что это места, где были боевые действия, места, где были сражения, где мы отстояли свою родину. Я так всегда вспоминаю такие слова, полезно их вспомнить. И сейчас немцы рвутся к Смоленску, вот, а 20 июля 41-го года Брестской крепости пишет, умираю, но не сдаюсь, прощай родину. Вот Смоленск, видите, какой барьер получается. Тут война идет, а там еще сражение, чтобы выжить в Брестской крепости. Это и так чисто небольшое отступление. Поэтому то, что профинансировали, обеспечили такую поездку, она незабываемая. Когда мы вернулись, мы уехали в 6 утра, вот представьте, вернулись в 21.30. То есть и люди, которые говорят, по 40-50 лет здесь прожили, никогда такого не было. Я мало сказал об обеспечении культурной программы. В чем смысл ее? Пусть телезрители послушают, полезно. Мы сделали очень просто. Все, что просто, гениально. Мы опросили, знали примерно и взяли песни до военных лет, песни Великой Отечественной войны, песни после войны, песни, которые пели родители детей войны, песни о любви, патриотизме России, русской народной песни, песни молодости, юности. Видите, все, и девиз был наш. Нам песня строить и жить помогает. И да, может, и нам нет преград ни в море, ни на суше. Видите, вот такой, знаете, патриотический, непросто. Но, поверьте, самое было интересное. Мы подготовили до этого поездки около ста песен. И мы выполняли заявки еще, но удивились главному. Весь автобус пел все время. Вот это. Мы начинали, у нас был баянист Валерий Кузнецов, так? Это всю дорогу в ту сторону и в другую. Никто не дремал и не дрых, и не спал, и ничего. Конечно, опять говорю, огромное спасибо, потому что дозаправку, вот, бутерброды, пирожки, водичь, все обеспечила администрация. Наша еще Надежда Николаевна Котович, заместитель председателя общественной палаты. То есть у нас это мероприятие оказалось на высочайшем уровне, потому что люди приехали и домой не хотят идти. Еще бы вроде что-то продолжалось. Ну что же, Михаил Евгеньевич, действительно, увлекательная у вас получилась поездка. Елена Викторовна, ну, акции, которые вот вы сегодня хотя бы озвучили, это, получается, акции совсем вот новые, только-только прошли. Да. Это еще свежее. Мы впечатляем, конечно, да, интересно. Мы надеемся, что они будут продолжаться. Михаил Евгеньевич, к сожалению, вообще, да, не как по времени. Я уверен, когда в следующий раз вы приедете, у нас столько тем будет. В Зарайске еще были, и в Боровске, и в Токолюшке. И вот обсудим как раз следующий раз. Ну что же, я вас благодарю, что вы к нам сегодня приходили. Юлия Викторовна, вас также. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о работе комиссии, которая занимается спортом, культурой и туризмом. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или же написав электронное письмо. Попробуем вместе во всем разобраться. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова